Всем здравствуйте! Юная жительница Железногорска прочит скандальную славу Дианы Шурыгиной. Впрочем, Дарья уже пошла дальше, залетев в 13-летнем возрасте. Еще недавно школьница утверждала, что ждет малыша от бойфренда, который младше ее на три года. Ребята знакомы давно, но встречаться стали около года назад. Поначалу отношения пары были платоническими, а недавно дело дошло до интима. Даша уверяла, что это случилось у них всего один раз. Но и этого ей якобы хватило. Вскоре о непростой истории Железногорских Ромео и Джульетты узнала вся страна. Сначала думали, что у нее отравление, но постепенно стало приходить осознание того, что дело совсем не в проблеме с желудком. Купили тест, а он показал положительный результат, рассказывала мама девочки. Ваня, узнав о грядущем отсутствии, испугался, но Дарью не бросил. Они до сих пор вместе. Вот только медики скептически относились к инциденту, считая, что мальчик в силу возраста еще не может быть папой. Все результаты показывают, что он еще ребенок. У него тестостерона даже нет. Созревание не началось и начнется еще даже не завтра, отмечала врач-уролог. Сегодня выяснилось, что специалист оказалась права. У Даши была любовная связь с другим парнем, 15-летним Степой. Степан занимается спортом, учится с ней в одной школе. По его словам, девочка ему нравилась давно. Он решил взять ее шантажом. У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной. Если откажешь, всем расскажу, какая ты, говорил Степа. Дарья, испугавшись, не смогла отказать. В результате интим у них случился в торопях чуть ли не на подъездных ступеньках, вот и вся романтика. Об этом школьница побоялась рассказать близким, что неудивительно, у мамы рак, отец часто выпивает, ему не до детей. Степа во всем признался. Сейчас парень находится под домашним арестом, так как родители Даши уже написали заявление в полицию. Сейчас их таскают по разным ведомствам, в прокуратуру, к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах, признался друг семьи девочки в разговоре. Против Даши в сети идет травля. Поначалу она болезненно воспринимала происходящее вокруг, но со временем свыклась с критикой. А то, что девочка звездит в инстаграме, это элементарная защита. Просто ей сейчас стыдно, она пытается пережить, что с ней случилось, заключил источник. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok